Коллеги, добрый день! Скажите, как меня слышно? Пожалуйста, по 10-бальной шкале оцените слышимость. Отлично. Вот, ну что же, очень рад вас всех сегодня здесь видеть. Сегодня очередной наш вебинар из серии вебинаров «Эффективное использование социальных сетей для MLM-индустрии», которые мы проводим вместе с компанией Coral Club, эксклюзивно для дистрибьюторов компании Coral Club. Вот, и сегодня завершающий вебинар нашего цикла. Сегодня мы будем говорить о подборе лидеров мнений, о борьбе с негативом и об анализе эффективности. Вот, также в конце будет блок, такой подытоживающий. Я дам подборку чек-листов, то есть по разным социальным сетям, чек-листы того, что и в какой последовательности нужно делать. Еще раз приношу извинения за не совсем восстановившийся голос, но надеюсь, это не помешает усвоению информации, которой сегодня, как и всегда, собственно, будет много. Вот, значит, если у вас появляются вопросы, сразу же их записывайте и в процессе, в процессе, то есть будут обязательно блоки, в рамках которых я буду на эти вопросы отвечать. Вот, итак, первая тема, о которой бы хотел поговорить, это работа с лидерами мнений. То есть, как правильно выстраивать работу с популярными лидерами мнений. Ну, начнем с того, кого мы считаем лидерами мнений. В данном контексте, в контексте нашего сегодняшнего занятия, но вообще нашего курса и задач, о которых мы говорили, это люди, чье мнение максимально авторитетно для нашей целевой аудитории. То есть, это люди, популярные в тех нишах, в которых работаем мы. То есть, чаще всего к подобным лидерам мнений относятся следующие категории. Это популярные блогеры, это популярные журналисты, это популярные, то есть, администраторы популярных сообществ в социальных сетях, вконтакте, в фейсбук и так далее. Вот, ну, сюда же относятся ютуб-блогеры, инстаграм-блогеры и так далее. Вот, почему важно работать с популярными блогерами, ну, вернее, с популярными лидерами мнений. Две основные причины. Первая состоит в том, что у лидеров мнений, как правило, большая аудитория. И на эту аудиторию можно выйти только через этих лидеров мнений. То есть, когда люди читают, скажем, кода блогера по теме, например, здорового образа жизни, когда люди читают, читают инстаграм-канал, смотрят, точнее, инстаграм-канал по, тоже, по, там, конкретным каким-то темам, например, по здоровому питанию, для того, чтобы достучаться до аудитории, необходимо взаимодействовать с лидерами мнений. Вот, второе, это то, что, собственно, очень часто к лидерам мнений бывает больше доверия, чем, например, к, ну, там, к официальным каким-то СМИ. Значит, когда человек читает конкретного блогера, опять-таки, он больше доверяет тому, что там видит, чем информацию, которую, ну, там, черпает с каких-то официальных источников. Вот, поэтому работа с лидерами мнений повышает, помимо прочего, и доверие к нам, к нашему персональному бренду, ну, к нашему, вообще к нашему бренду как таковому. Вот, поэтому, поэтому сегодня, ну, в начале мы вкратце разберем ключевые механики работы с лидерами мнений. Вот, в целом, мы упоминали о основных, об основных механиках вчера, точнее, на прошлом занятии, когда говорили об Инстаграм, сейчас давайте немножко обобщим это на более широкую аудиторию лидеров мнений. Вот, первое, поиск лидеров мнений, как их искать, кто они, ну, и, собственно, как понять, лидер мнения он или нет. Вот, значит, есть несколько основных, для этого есть несколько основных способов. Первое, вообще, кого мы считаем лидерами мнений. Ну, значит, несколько, несколько основных моментов. Первое, это количество подписчиков хотя бы 500 человек. То есть, под лидерами мнений, чаще всего, подозреваем тех, там, блогеров, администраторов и так далее, у которых есть аудитория хотя бы от 500 человек. Причем 500 это малая, такая нижняя планка, можно говорить о том, что лидер мнений популярен при аудитории от 7000 человек. Вот, значит, то есть, первое, мы можем смотреть, отслеживать по количеству людей. Второе, это темы, о которых они пишут. Ну, то есть, здесь обязательно тоже должно быть пересечение, естественно, с вашей нишей, в которой вы позиционируетесь как лидер мнений. Там, то есть, на этой площадке должна быть ваша аудитория. То есть, опять-таки, это может быть, там, здоровый образ жизни, это может быть здоровое питание, ну, либо какой-то другой формат позиционирования. Значит, третий момент, это активность аудитории. Вот, сегодня мы будем рассматривать, ну, вот, забегая вперед, я даже покажу слайд. Сегодня мы будем рассматривать такой инструмент, точнее, такую метрику, как engagement rate. Это, так называемый, коэффициент вовлечения. То есть, насколько аудитория активно вовлечена во взаимодействие с вами. Значит, ну, либо с лидером мнений. То есть, насколько качественно, насколько активная аудитория содержится на какой-то площадке. То есть, скажем, у какого-то блогера 10 тысяч подписчиков, ну, это еще ни о чем не говорит. Он мог их накрутить, это могли быть боты, это могли быть, там, случайные люди и так далее. И очень важно, какой процент из них проявляет активность. И вот эта формула, она, в принципе, позволяет рассчитывать этот engagement rate. Вот, сейчас пока можно эту формулу не сохранять. Она без комментариев там не очень, скорее всего, понятна. Дальше, сегодня, когда мы будем говорить об анализе эффективности, я ее более подробно расшифрую. Вот, пока же, пока же, просто можно сохранить то, что, собственно, с лидерами мнений, то есть, имеет смысл работать с лидерами мнений, у которых высокий engagement rate. Конкретные показатели, о них я скажу чуть позже. Дальше, значит, где искать лидеров мнений? Для этого есть несколько основных способов. Первое, это внутренний поиск социальных сетей. То есть, это ВКонтакте, Facebook, LiveJournal, сети, в которых внутри есть поиск, и вы можете искать там по названию. То есть, скажем, во ВКонтакте найти сообщества, то есть, площадки, на которых много говорят там о, скажем, красоте, о здоровье, о спорте, ну и так далее. Значит, в LiveJournal таким же образом можно найти как сообщества, так и отдельных блогеров. То есть, внутренним поиском. Во внутреннем поиске вы вводите те запросы, именно при поиске по названию, те запросы, которые характеризуют, ну вот, вашу нишу. Опять-таки, например, здоровый образ жизни, спорт, фитнес, здоровое питание, ну и тому подобные вещи. Второй способ, через обычный поиск, Яндекс, Гугл, ну, Яндекс и Гугл, вы можете тоже искать популярных лидеров мнений по конкретной нише. Чаще всего это конструкция вида, то есть, запрос должны вы поставить вида, значит, название ниши плюс слово блог, либо слово сообщество, либо блогер, либо слово инстаграм, ну и так далее. Вот, значит, опять-таки, первым словом идет определение ниши, то есть, например, красота, здоровье, там, блоги о красоте, здоровый образ жизни, блог и тому подобное. То есть, вы опять-таки получаете, получаете выдачу, которую вы просматриваете, выбираете оттуда тех, кто, тех, кто популярен. Еще один подход, довольно-таки интересный, пройти по популярным сообществам вашей темы в социальных сетях, то есть, опять-таки, например, посвященных спорту. И там в обсуждениях создать опрос, кого из, там, пользователей социальных сетей или блогеров вы считаете, вы считаете лидером мнений, там, по этой теме. Или к кому вы прислушиваетесь, когда, там, ну, то есть, когда получаете информацию, там, по здоровому питанию, ну и так далее. Вот, можно создать эти опросы, здесь важный момент, создавать их нужно обязательно именно в обсуждениях, не в микроблоге, поскольку, ну, иначе это будет расценено, как такой некоторый спам. Вот, и, ну, к таким вещам, поскольку они не коммерческие, ни в коем случае здесь активно, там, ничего не нужно продвигать, вам действительно, то есть, это нужно только для, вот, среза, среза мнений. Такие обсуждения, как правило, не удаляются, они не нарушают никакие правила, то есть, вы здесь можете получить список лидеров мнений, то есть, за кого проголосуют люди, кого они назовут и так далее. Вот, ну, собственно, вот такая, такая еще одна механика. Вот, после того, как этот список лидеров мнений вы получили, что нужно делать? Ну, во-первых, сразу хочу сказать, что я не рекомендую, ну, как минимум не рекомендую, значит, работать на платной основе, то есть, предлагать деньги и тому подобное. Здесь есть множество минусов, во-первых, это имеет под собой репутационные риски, то есть, кто-то из этих блогеров может написать, что мне предлагали деньги и так далее. Второе, это может быть, второе, это может быть, значит, ну, в целом, то есть, будет гораздо более слабый материал. Люди под воздействием эмоций всегда пишут интереснее, ярче, лучше, чем под, ну, вот, чем под каким-то прессингом. Ну, и так далее. Вообще, ну, то есть, мое мнение с блогерами и другими лидерами мнений лучше дружить, чем их покупать. И тут вопрос не экономии, вопрос исключительно целесообразности. То есть, опять-таки, никогда человек за деньги не напишет настолько же ярко, насколько под воздействием собственных эмоций. Наша задача, чтобы блогер, либо другой лидер мнений написал либо о нас, либо о нашем, ну, то есть, о нашем, нашем каком-то специальном предложении, то есть, конкурсе каком-то и тому подобных вещах. Вот, значит, важно, чтобы об этом написал лидер мнений. Как лидеров мнений к этому подтолкнуть? Ну, совсем кратко, есть несколько способов, два наиболее, в данном случае, уместных. Первый, это так называемый сэмплинг. То есть, когда вы даете лидерам мнений какой-то, ну, либо свой продукт, либо свою услугу, либо, там, какой-то другой формат взаимодействия на пробу. То есть, человек получает, опять-таки, возможность с вами какое-то время посотрудничать. Человек получает возможность получить какое-то количество, там, продукта, например, и об этом может написать. То есть, в итоге есть такой хороший формат, реалити-формат. Мы, кстати, в своей деятельности его часто используем, когда человек получает, опять-таки, ну, например, сейчас, там, для компании Утконос, известный интернет-гипермаркет, мы проводим интересную акцию. То есть, популярные блогеры, там, нескольких ниш, молодые мамы и так далее, получают от Утконоса каждый месяц определенный продуктовый набор. Значит, ну, точнее, могут сделать заказ на определенную сумму, и каждый раз, когда они его получают, они пишут пост, где рассказывают, вообще, о принципах шоппинга, о том, почему они, там, заказывают через Утконос, о том, почему они покупают те или иные продукты. В общем, ну, все это привязки, естественно, к Утконосу. То есть, в итоге это дает очень хороший и довольно-таки большой охват аудитории. Вот, в случае с сэмплингом есть несколько очень важных условий. Первое, ну, как бы, стоимость продукта, либо стоимость услуги должна быть адекватной. То есть, опять-таки, если вы даете попробовать что-то, там, на 500 рублей, ну, это не очень интересно. То есть, если это продукт, то, ну, должен быть какой-то интересный объем, чтобы человек, как минимум, успел получить, почувствовать эффект. Вот, дальше, второй момент, желательно дать, в рамках сэмплинга дать лидеру мнений еще и дополнительную какую-то информацию. То есть, что это за продукт, что это за услуга, что это за консультация, чем она отличается, что особенное здесь и так далее. Ну, то есть, дать какую-то информацию, из которой человек потом сможет взять что-то для своего поста. Напомню, вот это, кстати, тоже точка, где очень многие допускают ошибку. Наша задача здесь все-таки не просто подружиться с этим человеком, чтобы он что-то написал. Наша задача сделать так, чтобы он писал про нас и чтобы это давало конкретный непосредственный промо-эффект. Вот, второй формат, второй формат это, значит, так называемая ивент-модель. То есть, когда мы приглашаем популярного лидера мнений к себе на мероприятие. То есть, это могут быть очень разные мероприятия. Это может быть ваша презентация, это может быть какая-то встреча с клиентами, партнерами. Это может быть бронешторм, это может быть, не знаю, игра в мафию и так далее. Вот, приглашение на мероприятие довольно-таки тоже интересный способ подружиться, что называется, наладить какие-то отношения с лидерами мнений. Значит, желательно, желательно дать приглашенному лидеру мнений какой-то, ну, то есть, какой-то более высокий статус по сравнению с основным массивом гостей. То есть, например, у него там есть возможность, не знаю, пройти за кулисы, у него есть возможность короткого спича, точнее, у него есть возможность, например, снимать, ну и так далее. То есть, ну, какой-то бонус по сравнению с основным массивом аудитории. Первое, общее налаживание отношений с лидером мнений, для того, чтобы, ну, постепенно он все больше проникался и все там более активно писал. Второе, это то, что, значит, в этом случае часть гостей, ну, по статистике, в зависимости от мероприятия, обычно это 50-70% напишут отчеты. Отчеты о посещении, отчеты о мероприятии, то есть, для вас это дает два момента. Первое, дополнительный информационный какой-то фон, люди узнают о вас. Второе, это то, что, то, что вы присоединяетесь, как бы, к авторитету этого, там, лидером мнений, блогера, администратора, ну и так далее. Значит, и тот, и тот случай, они очень важны, они, на них, ну, и тот, и тот эффект, их нужно учитывать, с ними нужно работать. Вот, ну, к работе с лидерами мнений мы еще сегодня будем возвращаться, мы еще ее будем касаться. Сейчас же перейдем, сейчас же перейдем ко второй теме, такой, ну, такой, наверное, самой объемной из сегодняшних тем, это борьба с негативом. Вот, ну, довольно-таки интересная тема и довольно-таки животрепещущая тема. Надо сказать, что негатива в социальных сетях на сегодняшний день действительно много. И негатива много как в самих социальных сетях, так и, например, в целом в онлайн-среде. К тому есть множество причин. Ключевая причина это такой изначально негативный настрой аудитории. То есть, если человек с вами провзаимодействовал, посел ваше мероприятие, стал вашим партнером, стал вашим клиентом, ну, как-то стал с вами взаимодействовать, ну, вот он доволен и молчит. Если же ему не понравилось хоть что-то, он обязательно найдет много мест, где об этом написать. То есть, в итоге, в итоге вот это, это может привести к такой волне негатива, которая, ну, может вам сильно мешать. Я уже на первом занятии говорил о том, что много людей, действительно много людей гуглят, гуглят название компании или в нашем случае имя, там, фамилию вашего персонального бренда для того, чтобы посмотреть отзывы. То есть, все больше людей в меньшей степени доверяют администраторскому контенту, тому, что, скажем, говорите про себя вы на своих площадках. И все больше доверяют пользовательскому контенту. То есть, хотят посмотреть, что другие говорят про вас. Вот, и для этого они гуглят отзывы. И, опять-таки, если в отзывах много негатива, то зачастую, зачастую, ну, как бы, вас перестают воспринимать как потенциального партнера. То есть, начинают сомневаться и так далее. Вот, поэтому с негативом нужно бороться. Мы рассмотрим сегодня несколько категорий негатива и принципы борьбы с каждым из этих типов негатива. Вот, значит, что, ну, каким негатив обычно чаще всего бывает? Ну, есть несколько основных категорий. Первый, естественный негатив. То есть, человек либо, тут несколько вариантов. Либо человек пришел на вашу площадку и написал там какой-то вам негативный отзыв. Либо на стороннюю площадку, например, какой-то форум, сообщество и так далее, написал отзыв там. Ну, либо еще есть вариант на своей. Вот, в каждом из этих, в каждом из этих случаев свои стратегии реагирования, о них мы поговорим. Вот, но под естественным все-таки подразумевается, что ваша вина действительно есть. Что-то вот во взаимодействии было не так. Вы, возможно, не смогли выполнить все обещания, вы, ну, что-то, в общем, произошел какой-то сбой, почему-то произошло не так. Вы, возможно, поговорили слишком резко, значит, человек, у человека были там другие ожидания, ну и так далее. Но подразумевается, что человек говорит все от чистого сердца. Второй тип троллинг. То есть, когда, в принципе, приятно писать плохо. Значит, то есть, человек приходит на вашу площадку, пишет там какой-либо негатив, вот, и это само по себе доставляет ему удовольствие, такой способ самореализации. С таким негативом тоже нужно, обязательно нужно бороться, мы об этом тоже поговорим. Вот, третий тип негатива, ну, он более такой, на самом деле, для небольшого бизнеса и для персонального бренда более экзотичный, но тоже довольно-таки часто встречающий. Это направленный негатив. То есть, когда за вот этим негативом стоят недоброжелатели, конкуренты, ну и так далее. Вот, давайте разберем, как и с каким типом негатива бороться. Первое, естественный негатив. Опять-таки, что-то прошло не так, человек пришел, об этом написал. Ну, начнем вот с чего. То есть, такой негатив нужно, во-первых, нужно вести его профилактику. Ну, я не буду сейчас говорить общих вещей о том, что, ну, нужно там правильно оказывать, правильно оказывать услуги, нужно правильно работать и так далее. Все это всем понятно. Итак, здесь я хочу сказать скорее о том, как подготовить свои площадки к столкновению с разными типами негатива. Естественным троллингом либо направленным. Первое, значит, как я уже говорил, обязательно на каждой площадке нужно прописать правила. Ну, я говорил, по-моему, когда мы говорили о ВКонтакте, что в этих правилах должно быть, ну, ряд, должен быть ряд пунктов. Один из наиболее важных пунктов это то, что, значит, во-первых, спам удаляется, во-вторых, нецензурная лексика и оскорбления удаляются. Вот. И в-третьих, значит, вот это очень важный момент, неаргументированный негатив удаляется. То есть, это отличная профилактика для, например, для троллинга или для направленного негатива. Опять-таки, если человек пришел и сказал конкретно, что я вот взаимодействовал с таким-то, ну, с таким-то экспертом, там произошло то-то и то-то и тому подобное, то, ну, это аргументированный негатив. Если человек пришел и написал, да это все дрянь, то это неаргументированный негатив, и его вы можете удалить. Но если вы его удалите просто так, начнутся разговоры, начнутся дрязги, поэтому, когда вы удаляете подобный, имеет смысл поставить там в соответствии с пунктом 2.2 правил сообщества. Правила эти, напомню, написав, вы можете либо, ну, несколько вариантов. Во ВКонтакте, например, можно хранить либо во всуждениях в виде прикрепленной темы, либо в разделе документы, есть и такой раздел, значит, не так часто он используется, но это как раз подходящий случай. Значит, просто текстовый файл в разделе документы. Второе, это для Фейсбука, это чаще всего приложения, то есть в приложениях подобные правила сообщества лежат. Вот, ну и так далее. То есть для других, для одноклассников, для одноклассников чаще всего это тоже прикрепленный файл. Сейчас эта возможность там тоже появилась. Вот, значит, это первое, то есть это первый элемент профилактики. Второй элемент профилактики, он очень важный, очень такой, ну, тонкий, это то, что вы должны заранее формировать базу людей, которые к вам максимально лояльны. То есть у вас, ну, есть такая аксиома вообще в репутационном менеджменте как таковом. Пусть говорят плохо, главное, чтобы другие говорили хорошо. То есть когда человек приходит на вашу площадку и видит негатив, ну, у него понижается доверие к вам, если он этому негативу верит. Если он видит позитив, оно повышается, но чаще всего, то есть при правильном подходе он заходит и видит, ну, разные отзывы. В этом случае, ну, это нормально. То есть человек видит негативный отзыв, но в то же время там видит еще четыре позитивных. То он понимает, что, ну, наверное, как бы, как и к любой вещи там можно относиться по-разному. То есть есть разные точки зрения, есть разные призмы восприятия, от этого сильно зави... ну, то есть от этого, собственно, никто не застрахован. Поэтому важно, чтобы были люди, которые будут говорить хорошо. В этом случае даже негатив будет восприниматься, ну, просто как еще одна из многих возможных точек зрения. И не будет нести за собой такой разрушительной, вот, по отношению к доверию к вам силы. Вот, поэтому заранее нужно заботиться тем, чтобы собрать пул таких максимально лояльных к вам участников вашего сообщества. Как это сделать? Ну, самое простое перевести их из офлайна. То есть это те максимально лояльные к вам, скажем, клиенты, которые, ну, с которыми вы контактируете. Это люди из вашей MLM-структуры, с которыми вы тепло контактируете и так далее. В общем, те, кто... те, кто имеет положительный, настоящий. То есть не потому, что вы там просто... это просто ваш друг, вы просили его писать хорошо. А те, кто имеет действительно хороший, удачный опыт взаимодействия с вами. Вот, второй... то есть первый способ, если они у вас есть в офлайне, ну, хорошо бы их привести в сообщество. Значит, и в случае серьезных каких-то, дальше будем разбирать, серьезных, ну, репутационных ударов, их можно, то есть этих людей можно подключать. Второй способ привлечения это, ну, то есть люди, которые максимально активны в сообществе. Возможно, они еще, ну, вот вы не взаимодействовали с ними там вовне социальной сети, у вас нет еще какого-то делового сотрудничества, но они лояльны, им все нравится и так далее. Вот, таких людей тоже нужно, что называется, брать на карандаш, нужно начинать с ними общение, нужно предлагать им, ну, во-первых, как бы это отдельный, как бы блог. То есть это люди, которые во многом готовы для рекрутинга, если нет, то хотя бы, ну, поощряйте их, благодарите их хотя бы за активность. Спасибо, что вы заходите, пишите нам очень интересно ваши посты, ну, пожалуйста, приходите чаще и так далее. Вообще, ну, вот часто для своих клиентов, например, таких людей выводим в офлайн, то есть этих людей, которые активны в сообществах, мы приглашаем на мероприятия, компании и так далее, и формируем в них уже максимальную лояльность. У нас есть примеры, когда по 3-4 года человек в сообществе каждый день что-то комментирует, лайкает и так далее, потому что в свое время мы проявили к нему лояльность. Это очень важно, то есть это такой пул людей, это ваш актив, это, ну, помимо того, что это просто приятно по-человечески, помимо того, что это полезно для бизнеса, это очень важно с репутационной точки зрения. То есть когда дальше будут какие-то дрязги, непонимания и так далее, вы сможете привлечь этих людей. Вот, итак, первое, что нужно сделать для профилактики правила сообщества. Второе, пул людей, которые довольны, то есть которым вы в случае чего сможете обратиться. Третье, что надо сделать, опять-таки, для профилактики негатива, положительные отзывы. Значит, ну, я много раз касался в рамках нашего курса вопроса отзывов, говорил, что они максимально, то есть максимально важный контент, причем для YouTube, для ВКонтакте, для Instagram и так далее, не важно. Вот, и чем больше у вас будет этих отзывов, тем лучше. Ну, и говорил о том, что оптимальный формат это видеоотзыв плюс ссылка на профиль в социальной сети. То есть чтобы, то есть к таким отзывам, когда человек, с одной стороны, видит лицо того, кто дает отзыв, с другой стороны, ну, может, там, перейти, посмотреть, не знаю, его фотографии с семьей и так далее, понять, что он, ну, как минимум, с высокой вероятностью не бот, к ним доверие самое высокое. Отзывы эти, ну, то есть их нужно и публиковать, конечно, в соцсетях, но важно их где-то еще хранить. То есть это может быть, скажем, раздел на сайте, где вы храните отзывы. Это нормальный вполне подход. Вот, в случае чего, почему я сейчас об этом говорю, что отзывы это тоже очень важный, очень важный элемент для аудитории, что люди видят, что вас кто-то ругает, и в то же время вы показываете большое количество положительных отзывов. Это, ну, работает всегда хорошо. Это опять-таки создает то, ну, вот множество призм восприятия, что человек понимает, что, ну, наверное, на этот вопрос, там возможны разные варианты ответов. Вот, ну, это то, что касается профилактики. Теперь, если у вас все-таки появился, скажем, на вашу площадку пришел человек, написал негативный отзыв, естественный. То есть, ну, факт имел место. Значит, что в этом случае делать? Начнем с того, что чего делать ни в коем случае нельзя. Первое, чего делать нельзя, просто взять и удалять комментарии. Это абсолютно тупиковый путь, то есть, и он часто, конечно, используется, но если это естественный негатив, вот здесь еще раз, там, много высотественных знаков ставлю, если это именно естественный негатив, то удалять его не нужно. Мы поговорим, есть случаи, когда можно удалить, там, троллинг, например, и так далее, а естественно нет, потому что, ну, потому что это еще больше разозлит человека, вы не только допустили оплошность, ну, вы, и вы не только не хотите ее признавать, но вы еще пытаетесь это, как бы, замять, и в человеке в этот момент просыпается такой Чи Гевара. То есть, он начинает искать много-много площадок, где об этом хотел бы написать. Вот. Второе, чего делать нельзя, это отрицать очевидно. То есть, ну, если действительно была такая ситуация, писать, что нет, это все неправда, ну, в интернете, в интернете это слабо проходит, потому что это двусторонняя связь, человек начнет, там, выкладывать скриншоты, фотографии, ну, и так далее. То есть, он будет об этом говорить, у вас, ну, помимо того, что вот есть этот, есть эта проблема, появится еще и проблема с, ну, собственно, с тем, что вас будут читать лжецом. Вот. Значит, ну, третье, кстати, чего делать нельзя, молчать. Просто отмалчиваться, ну, можно в определенных случаях троллинга, мы об этом тоже отдельно поговорим, но если естественный негатив, то есть, если вам действительно указывать на вашу промашку, в этом случае молчать нельзя, это всеми воспринимается как такое, ну, то есть, что вам нечего сказать, вы полностью, все действительно так и есть, как описано в этом, там, скажем, посте. Вот. Хорошо. Значит, что делать нужно? Первый момент, крайне желательно, крайне желательно, решить проблему там, где она возникла. То есть, если это, скажем, ну, то есть, если человек жалуется, там, на грубое, не знаю, на грубое обращение, ну, связаться с этим человеком, принести ему извинения. Если человек, там, говорит, пишет про плохую организацию, значит, скажем, вашего мероприятия, ну, опять-таки, написать, почему так произошло, то есть, что конкретно был за факт, взять его, описать, почему так произошло. Ну, и если это действительно, там, какая-то промашка, принести извинения. Здесь очень тонкий психологический момент. Человек в большинстве случаев, вот, в случае с первым типом негатива, человек довольно-таки искренен. То есть, он просто разозлен, он недоволен, но он не ставит перед собой каких-то, там, вот, задач, там, разрушить вашу компанию. Ему просто обидно. Он не хочет, он считает, что это ненормально, когда так происходит. Вот. И в большинстве случаев человеку нужно не столько, там, какое-то сверх удовлетворение его претензий, сколько внимания. То есть, человеку нужно показать, что вы не считаете это нормальным, что, и принести извинения. Процентов в 70 случаях этого бывает достаточно. Если это адекватный человек, если это не, если это не направленный негатив, если это не троллинг, то этого бывает вполне достаточно. Вот. Значит, принести извинения, объяснить, почему, ну, почему такая вообще ситуация возникла, что вы делаете, чтобы она больше не возникала. Там, на мероприятии не хватило чая, ну, то есть, объяснить, что у вас сейчас резкий рост, вообще там, ну, резкий рост всего, значит, на мероприятие пришло больше людей, чем вы предполагали, ну, и так вот получилось, что вы не ожидали такой популярности и так далее. Значит, ну, то есть, объяснить причины и, опять-таки, объяснить, что вы делаете, чтобы этого больше не возникало. Теперь мы, там, заранее просчитываем все регистрации, ну, и так далее. Значит, дальше, вот здесь, кстати, тоже важный момент, что ваша задача в этом случае не просто переспорить, ну, даже не то, что переспорить, а вот, ну, ну, убедить ту сторону. Ваша задача, чтобы все, кто это читает, а читать может довольно-таки много людей, поскольку происходит все в публичной плоскости, чтобы все они видели и вашу реакцию, и то, что, ну, собственно, есть там разные точки зрения на этот вопрос. Вот, значит, дальше, то есть, первое, это постараться решить проблему там, где она возникла. Второе, извиниться, принести извинения. Да, кстати, вот, пока не перейду к третьему, закончу с первым и вторым. Не нужно, ну, не нужно слишком усердствовать. То есть, это довольно слабая позиция, когда, скажем, вы там бьете, посыпаете голову пеплом и говорите о том, что там готовы компенсировать и так далее. Вопрос компенсации, ну, его я не рекомендую вообще поднимать. В особенности, если это не сверхбольшая проблема, значит, если вы будете предлагать там какие-то материальные, непосредственно уже материальную компенсацию, чаще всего это будет воспринято как такая попытка откупиться. Это довольно слабая позиция, и людям, которые будут читать, но это тоже будет очевидно. Вот, значит, третье, то есть, итак, первое, постараться решить проблему там, где она возникла, ну, как минимум, как минимум ее актуализировав, то есть, напишите, опять-таки, публично, там же, где этот негатив возник, на вашей площадке, на сторонней площадке и так далее, напишите о том, что вы сожалеете о том, что такая ситуация произошла, но там вам для уточнения, скажем, нужна какая-то дополнительная информация, например, фамилия, имя и так далее. Ну, то есть, пусть человек назовет вам для того, чтобы уточнить. Второе, это принести извинения. Третье, желательно, то есть, можно считать негатив погашенным, если человек после того, как вы с ним побеседовали, напишет о том, что, ну, там, больше претензий не имею. Как это сделать? Как правило, это можно сделать следующим образом. Человек написал негатив, вы с ним связались, вы вроде как проблему решили, принесли извинения и так далее. Значит, после этого задайте ему вопрос. Скажите, возможно, у вас там остались еще к нам претензии, вопросы и так далее. Если да, пожалуйста, ну, их опишите, конкретизируйте, и мы будем там дальше решать. И вот здесь очень важная точка, что, там, что вы предлагаете выбор не просто, довольны вы или недовольны. Что, если недовольны, пусть человек конкретизирует. Да, я недоволен, потому что вы до сих пор не сделали того-то. Ну, это вот один разговор. А если человек просто абстрактно недоволен, то, ну, такого допускать не нужно. То есть, в этом случае, вот, как раз нужен тот вопрос, о котором я сказал, что если у вас там остались нам претензии, пожалуйста, их назовите, мы будем их решать. Вот, то есть, выведите в конкретику. И в большинстве случаев, ну, конкретных претензий, после того, как вы решили основную проблему, у человека обычно все-таки не бывает. В этом случае напишите, если он скажет, ну, нет, больше нет претензий, напишите о том, что могли бы вы об этом там написать вот в том посте, в том, ну, в том топике, в том месте, где вообще этот негатив возник. Значит, совершенно не обязательно, опять-таки, чтобы человек там вас благодарил, там, ой, большое спасибо, вы такие молодцы. Просто достаточно, если он напишет, там, спасибо, связались, решили, там, решили, вопросов больше нет, ну, и так далее. То есть, напишет лаконично, просто закроет эту тему. Это, вот этот негатив можно считать на 100% погашенным. То есть, люди, которые это увидят и прочтут, ну, поймут, что, ну, да, какой-то у вас там был мелкий сбой, вы его исправили, и претензий, и претензий к вам больше у человека нет. Вот, значит, второй тип негатива – это троллинг. Ну, троллинг – такой очень распространенный, вообще, конечно, формат. Много людей, которые так, таким образом самореализуются. Ну, приведу небольшой свой пример. Значит, мы вообще петербургская компания, но какое-то время назад перевели, там, бизнес в Москву, и первое время, там, лет, ну, точнее, лет 6 назад мы перевели бизнес в Москву, но до этого у нас тоже все клиенты были из Москвы, и я постоянно сюда летал. Как-то я прилетел и опаздывал на встречу, и написал в Твиттере о том, что, как вы думаете, успею я за 40 минут долететь там оттуда, доехать, точнее, оттуда до туда. Все мне написали, да, конечно, там, суббота день, легко доедешь, только один человек написал, хрен тебе. Я зашел в его профиль, а он из Новосибирска. Вот, то есть, это такой, ну, типичный пример троллинга. То есть, когда человеку просто, он не в курсе ситуации, он не знает, ну, ему просто приятно, проходя, там, дать какой-то подзатыльник, как-то, ну, то есть, опубликовать какой-то негатив. Такой способ, действительно, способ самореализации. Как работать с троллингом? В большинстве случаев с троллингом вообще работать никак не обязательно. То есть, в большинстве случаев на него не, он не требует обязательной какой-то реакции. То есть, скажем, вы обнаружили такое негативное упоминание. Сейчас с этим мы отдельно поговорим, как находить, где и как, каким образом находить негативные упоминания. Итак, скажем, вы обнаружили какое-то негативное упоминание вас, вашего персонального бренда и так далее. Троллинг, то есть, это неаргументированный эмоциональный негатив. Да, это все дрянь, да, он проходимец, да, это не работает и тому подобное. Значит, то есть, если это негатив формата, он проходимец, потому что и дальше перечисление, скажем, конкретных фактов, каких-то провалов вашей деятельности и так далее. Значит, если они реальные, то это естественный негатив. Мы говорили о том, что в этом случае делать. Если они нереальные, клеветнические, то это направленный негатив. А троллинг, это когда вообще без фактологии, то есть, просто эмоциональный, такой эмоциональный негатив. Как бороться с троллингом? В большинстве случаев бороться с ним вообще не нужно. Значит, у нас есть правило, что если вот такой негативный пост именно троллингового формата, то есть, эмоциональный, неаргументированный, набирает менее пяти реакций, под реакциями здесь подозреваем два формата, либо комментарии, либо репосты, лайки не считаем. То есть, если менее пяти человек отреагировало, считается, что он проходной, и на него можно не реагировать. Он вряд ли выйдет с таким неактивным, с малой активностью вряд ли выйдет какой-то результаты поиска, по сути, потому что активности нет, люди на него, что называется, не клюнули и так далее. То есть, его можно оставить в покое. Есть, ну, наверное, вы слышали, есть даже поговорка, есть даже поговорка, не кормите тролли. Вот, значит, вот. Но, тем не менее, бывают особо одаренные тролли, которым все-таки удается аудиторию будоражить, и если больше, то, ну, пять и больше, то реагировать все-таки нужно. Каким образом? Есть несколько основных способов реагирования. Первое. Фактология. То есть, если пишут о том, что да, эти методы не работают, да, это все вранье, ну, и тому подобное, приведите конкретные факты, что методы работают, что, там, ваш подход дает свой результат и так далее. Значит, в каком виде? То есть, напишите пост о том, что, там, добрый день, спасибо за ваше мнение, но факты говорят о другом. И дальше перечислить факты могут быть следующими. Первое, это различные результаты тестов, тому подобного. Ну, то есть, если есть какая-то конкретика, если есть по вашему, либо по вашим услугам и так далее, есть, ну, некие конкретные, подтверждающие какие-то документы, о, ну, понятно, что, там, не медицинский, мы не берем сейчас этот аспект, ну, в целом, в целом о том, что, что это дает некую пользу, можно это использовать. Второй формат, это, чаще всего используется именно он, это отзывы ваших клиентов. Значит, то есть, вы публикуете эти отзывы, вы публикуете ссылки на эти отзывы, ну, то, о чем мы говорили, то, о чем мы говорили ранее. Вот, третье, отзывы экспертов. То есть, если с вами взаимодействовали то, о чем мы говорили в самом начале, сегодня с вами взаимодействовали лидеры мнений, блогеры и так далее, то их можно тоже привлечь для того, то есть, не обязательно их самих привлечь, можно публикации, которые они делали у вас, можно их тоже опубликовать, показать, как минимум показать, что есть разные точки зрения на этот вопрос. Вот, значит, собственно, ну, собственно, вот так. Важный момент, что это такая ловушка, в которую попадаются очень многие предприниматели, маркетологи и так далее, вам ни в коем случае не нужно ставить перед собой задачу переспорить вот этого человека. Ну, он такой человек, потерянный для общества, он вряд ли, вряд ли сможет быть другим, вряд ли он изменится, извинится, скажет там, да, я был неправ. Такого не бывает. Вот, ваша задача сделать так, чтобы люди, которые будут читать эту ветку, чтобы их симпатии были на вашей стороне. Вот, чтобы они понимали, что, ну, вот это просто наброс, а вот это вот, ну, вот это такая подкрепленная фактами позиция. Мы в свое время проводили ряд консультаций с психологами-бихевиористами, то есть мы обращались к психологам за тем, чтобы они дали нам комментарии относительно того, насколько, ну, то есть, комментарии вообще вот в дискуссиях людей, симпатии, аудитории на чьей стороне. Одна из основных догм, о которых они говорили, и это то, что очень хорошо себя подтверждает постоянно, это то, что в споре двух людей, где у одной стороны эмоциональная позиция, у другой стороны, подкрепленная фактами, симпатии людей будут на стороне эмоций, а вера будет в сторону фактов. То есть, да, людям, ну, людям весело, смешно, прикольно, что называется, смотреть, как кто-то дурачится, как кто-то, ну, что называется, троллит, и так далее. Это все забавно, но верят они все равно фактам, конкретным, то есть человек верит конкретным фактам. Вот, поэтому, ну, вы должны опубликовать ту фактологию, о которой я говорил. Потом, не ввязываться в дискуссию, значит, что сообщений должно быть не более двух. Если их больше, то, ну, ну, это не очень хорошо, то есть вы все-таки ввязались, значит, в спор. Поэтому первым сообщением вы пишете о том, что, там, нет, это не так, потому что, ну, и перечисляете фактологию, а, значит, вторым сообщением пишете о том, что, ну, то есть, опять-таки, он после вашего первого сообщения тролль обязательно что-то еще от себя добавляет, а вы пишете о том, что, ну, дальше такая дискуссия, она, там, нецелесообразна. Поэтому резюмируем. Первое, второе, третье. Вот, и на этом завершайте дискуссию. Он может это продолжать, но люди, которые будут читать, их симпатия уже будет все равно на вашей стороне. Вот, еще один формат реагирования, он подходит, значит, кстати, ну, вот эти оба метода, они подходят еще и для направленного негатива. То есть, когда, когда за вот этим негативом стоит какая-то клевета. Кто-то обманывает. Так вот, первое, здесь также можно реагировать с помощью фактов. Второе, подключать вот эту лояльную аудиторию. То, о чем мы говорили в начале разговора о негативе. Людей, которые имеют положительный, позитивный опыт взаимодействия с вами, которые довольны, которым все понравилось, их вы подключаете тоже для того, чтобы, ну, для того, чтобы они озвучили свой опыт взаимодействия. То есть, они, эти люди пишут о том, как, как они вели, ну, собственно, как они взаимодействовали с вами, пишут об этом, значит, пишут положительные отзывы, пишут вживую. Есть такой принцип схожести. Это очень важный момент, что люди, ну, психологический принцип, люди больше верят другим людям, которые похожи на них. То есть, человек, я уже, по-моему, приводил этот пример, что человек больше, например, верит тому человеку, который там ездит на такой же машине. И здесь то же самое. То есть, вот в противодействии вас и обычного там пользователя, вашего, ну, то есть, представителя вашей аудитории. То есть, если этот обычный пользователь оказался троллем и публикует негатив, то ваши слова, они будут восприниматься, как, ну, да, вы защищаетесь. А когда другой такой же ваш, человек из вашей аудитории будет писать о том, что нет, а я остался доволен, вот посмотрите, вот мой кейс, а вот мое мнение, а вот мой отзыв, а вот там мои результаты и так далее, вот это уже будет, вот этому люди поверят намного больше. То есть, если не вы против агрессора, а другой ваш клиент, то есть, довольный клиент против недовольного клиента, ну, или довольный клиент против там просто прохожего тролля. Вот, здесь симпатии людей будут уже намного в большей степени на вашей стороне. Опять-таки, к такому доверия больше. Поэтому постарайтесь, постарайтесь хотя бы, ну, там, 6-10 человек вот таких иметь в активе. То есть, максимально лояльных к вам, к которым вы можете всегда обратиться. Ну, опять-таки, возможно, имеет смысл там в каких-то случаях даже, ну, скажем, какие-то консультации им бесплатно давать и так далее, ну, так называемые, поддерживать, поддерживать эту лояльность, поддерживать, это там, вот, правила взаимного обмена. То есть, чтобы человек, ну, в сложную минуту человек откликнулся бы на вашу просьбу. Вот, это крайне, крайне важный момент. Вот, еще один важный момент, это, собственно, то, как информацию искать. Ну, вот, сейчас на слайде я показываю, как, как можно мониторить социальные сети, благосферу на предмет упоминания. То есть, логичный вопрос, который вообще может возникнуть, как мне узнать, что меня где-то ругают. Для этого есть так называемая система мониторинга. То есть, когда вы мониторите свое информационное поле, когда вы мониторите, что о вас, что и где о вас говорят. Вот, здесь есть ряд аспектов, давайте разберем. Первая, механика. Есть две механики. Первая, это ручной мониторинг, вторая, автоматический мониторинг. Ручной мониторинг ведется через специальный сервис, через специальный раздел, чаще всего через специальный раздел Яндекса. Секунду, напишу ссылку. Поиск Яндекса по блогам. Пусть вас не смущает название блог.яндекс.ру Пусть вас не смущает название, то есть, поиск ведется не только по блогам, он ведется по социальным сетям, по инстаграм, ну и по ряду других площадок. То есть, работает следующим образом. В поисковой строке вы выбиваете запрос, сейчас поговорим о том, что должны быть за запросы. Получаете выдачу, которая отсортирована не по релевантности, как обычная выдача Яндекса, то есть, чем больше там совпадает слово, ну и там разные другие параметры, тем позиция выше. Здесь отсортирована по хронологии, то есть, чем недавнее упоминание, тем выше, тем выше в результатах поиска оно находится. Вот, поэтому, то есть, вы просматриваете от недавних к давним, то есть, смотрите вглубь. Значит, это ручной мониторинг. У Google тоже есть свой поисковик по блогам, но он мониторит в десятки раз меньшее количество площадок, поэтому все-таки рекомендую эту площадку. Как вести мониторинг? Мониторинг ведете следующим образом, то есть, вводите запросы. Чаще всего, для персонального бренда, это, конечно же, имя, фамилия. Вводите имя, фамилию, значит, ну, либо, например, название компании, либо название продукта, либо смешанно, то есть, фамилия плюс название компании, фамилия плюс название продукта. Вот, последние варианты, фамилия плюс название компании или продукта, имеют смысл в том случае, если у вас, ну, сверх распространенная фамилия и имя. То есть, если вы Александр Кузнецов, ну, вам будет сложно, Сергей Иванов, там, и так далее, Вам будет сложно себя найти, много кого будут упоминать, поэтому имеет смысл сделать еще и дескриптор. Например, Сергей Иванов и расшифровка там, или принадлежность к компании, или принадлежность к какой-то нише, например, там опять-таки ЗОЖ, ну и так далее. Вот, и вы получите тогда выдачу уже более готовую для вас. Дальше в результатах поиска вы смотрите упоминания и имеет смысл реагировать на три типа упоминаний. Первое это претензии, негатив. То есть вы видите негатив, вы переходите и реагируете, ну вот, озвученными мною способами. Если это естественный негатив, то вы разбираетесь в нем при возможности, решаете проблему, либо приносите извинения, либо решаете проблему, потом приносите извинения, просите человека написать, что больше у него там претензий нету. Если это троллинг, значит вы, вы приводите факты, либо вы приводите людей, которые, которые все-таки вам верят. В случае с направленным, в принципе, ну механика та же. Значит, опять-таки, как и в случае с троллингом, реагируете так же. Вот. Ну, после этого можно считать отработанным. Дальше, второй тип упоминаний это вопрос. Ну, задали вопрос где-то, ответьте на него, связанный с вами, с вашей нишей и так далее. Есть, кстати, подход, когда отслеживается таким же образом не только последние упоминания вас, но и последние упоминания по нише. То есть, например, там обсуждение, не знаю, там сыроедение, обсуждение здорового питания и так далее. То есть, когда вы приходите в готовые дискуссии, там доносите свою точку зрения, вот. Значит, ну, там периодически упоминая как-то себя для того, чтобы собрать там дополнительную аудиторию. Третий тип благодарности. То есть, когда вы видите положительные посты, ну, имеет смысл перейти и сказать хотя бы «пожалуйста». Значит, ну, для того, чтобы эту лояльность еще в большей степени повысить. Вот. Значит, второй тип, то есть, мы рассмотрели это первый тип ручного мониторинга. Как происходит, каждый день вы заходите, вводите фамилию, имя, ну, либо, если у вас там более сложный бизнес, то разные дополнительные запросы. Получаете выдачу, реагируете на один из вот этих трех типов упоминаний. На нейтральный, когда просто вас, ну, кто-то, например, где-то цитирует, ну, реагировать не обязательно. Если есть что добавить, добавьте, но в целом реагировать не обязательно. Значит, вот, то есть, вы находите, вы оцениваете тип упоминания, и вы реагируете, ну, предложенными способами. Второй тип мониторинга автоматический. Мы про него совсем кратко поговорим, по простой причине он дорогой. То есть, есть специальный сервис, сейчас я несколько из них напишу. Напишу специальный сервис, который полностью автоматизирует этот процесс. Давайте два напишу, три, точнее, сервиса. QBus. Еще один. Вот, есть такие сервисы, которые это все автоматизируют. То есть, вы разово загрузили туда запросы, теперь получаете каждый раз готовую скомпонованную выдачу упоминаний. Причем, ну, часть из этих сервисов даже определяет тональность. То есть, заранее вам, ну, сразу же вам говорит о том, что вас ругают, вас хвалят, ну, либо говорят нейтрально. Вот, значит, так, прошу прощения, я один написал неправильно. Бренд споттер я написал, правильно, бренд споттер. Прошу прощения. Значит, недостаток их, что они в большинстве случаев довольно-таки дорогие. QBus стоит 7,5 тысяч в месяц. Бренд споттер что-то в районе 30 тысяч в месяц. Ну, вот есть сервис бабки, там есть один из пакетов бесплатный. То есть, в принципе, можно попробовать на нем, как альтернативу поиску Яндекс.Поблога. Вот, значит, ну, имеет смысл с этим, на самом деле, всерьез заморачиваться, если у вас много упоминаний, скажем, десятки, десятки, там, скажем, от 30 упоминаний в день. Если пока меньше, то достаточно в большинстве случаев поиска Яндекс.Поблога. Вот, ну, еще одна причина, кстати, по которой можно использовать, например, вот бабки, это то, что эти сервисы позволяют ставить так называемые минус-слова. То есть, в принципе, их можно ставить и в поисковике, но каждый раз заново это довольно-таки сложно. То есть, минус-слова, когда, ну вот, есть, например, не знаю, вас зовут, там, Марина Федоренко, есть, скажем, еще, например, Марина Федоренко, журналист, который часто очень мелькает. Можно поставить, там, минус-слова, например, с названием ее издания, с названием, там, ее профессии и так далее, по которым вам не будут показываться результаты поиска. То есть, ну, несколько отфильтровать. Вот, ну, собственно, собственно, вот такие ключевые моменты, связанные с поиском информации по негативу. Вот, еще один, кстати, еще одно добавление, которое я хотел сделать по троллингу, следующее. Следующее. Если, очень часто тролли и, ну, то есть, вот те агенты, которые действуют в рамках направленного негатива, используют очень такие манипулятивные речевые техники, так называемую черную риторику. То есть, есть такие выражения, которые людям всегда западают в душу. То есть, например, да все давно знают, что это не работает, да исследования давно доказались, что все это чушь, наука давно знает, что это там все неправда и тому подобное. Вот, это такие, ну, это такие вещи, которые люди очень легко принимают на веру. То есть, это такое лже, лже, псевдоэксперты. Значит, то есть, человек, когда слышит, да все давно знают там, что это не работает, внутренне про себя думает, а может я единственный, кто не знает, и на всякий случай внутренне соглашается. Поэтому на эти речевые конструкции обязательно надо жестко, резко реагировать. То есть, человек пишет, там, да всем давно известно, кому известно, откуда и так далее. Значит, исследования давно доказали, можно узнать, что за институт проводил исследование, можно получить на нее ссылку на это исследование, посмотреть результаты и так далее. Вот, в большинстве случаев, конечно же, у троллей этого ничего нет, они там начнут о чем-то говорить, но стойте на конкретике. Вообще, вывод в конкретику это всегда очень хорошо. То есть, очень легко, там, ругать, критиковать и так далее в абстракции, но при переводе на конкретику это делать довольно-таки, ну, то есть, намного сложнее. Вот, ну, вот то, что я хотел рассказать, ключевые моменты, о которых я хотел рассказать по борьбе с негативом. Если у вас есть вопросы на сегодня, на вот данный момент, пожалуйста, их задавайте, и мы потихоньку перейдем к следующей нашей теме, это анализ эффективности. Так, Владимир, какой большой вопрос. Хочу задать вопрос. Без воды только отвечайте, пожалуйста. В чем суть быстрого построения реферальной сети, конкретно в сети интернет? Мы не говорим о раскрученных блогах, страничках соцсетей, видеоканалах, кто не знаком с SEO-оптимизацией и тому подобное. И второе. Я не согласен с вами, что в интернете на негатив, на ваших ресурсах собственных нужно что-то доказывать. Не принято в доме своем разрешать гостю гадить, а хозяин еще должен в чем-то оправдываться. Фильтры на посты негативщиков сразу бан. Сидеть, разбираться, где я троню, где тараканы, где просто климакс от рождения. Вы же не доктор, чтобы их лечить. Вы ищите адекватных партнеров в свою сеть. Спасибо. Так, ну, давайте я начну со второго все-таки. Ну, я не люблю воду, поэтому отвечу без воды. Ну, звучит правильно и красиво. И я бы с вами согласился, если бы ни одно но, что это не работает. Да, вы ставите там фильтры на посты негативщиков в бан, но это все равно приведет к тому, что, во-первых, весь этот негатив начнет расползаться на внешней, то есть на внешних ресурсах. Человек, когда вы ему, что называется, заткнули рот, значит, идет на внешний ресурс и там об этом пишет. Вот, я повторю, еще раз повторю, что мы говорим о естественном негативе. Человек с вами провзаимодействовал, остался недоволен. То есть если, ну, если это троллинг или направленный негатив, ну, да, но там здесь есть нюанс. Но в случае с естественным негативом у человека формируется очень жесткое, очень злобное неприятие, он, то есть негатив начинает расползаться. Помимо этого он будет регистрировать левые аккаунты или просить друзей и так далее заходить и писать вам, писать вам снова. Это, ну, довольно-таки большая проблема. И самое главное, что люди, которые видели сначала этот комментарий, а потом его не видят, у них тоже, у них тоже будет возникать, будет возникать вопрос, почему, почему вы удалили. Поэтому удалять имеет смысл, ну, вот в случае с неаргументированным негативом, но заранее об этом прописать у себя в сообществе. То есть, да, ваш дом, ваши правила, но вы об этом заранее сказали. Неаргументированный негатив удаляется. Если негатив в формате, там, добрый день, Игорь Олегович, я взаимодействовал с вами, там, или был на вашем мероприятии и получил вот то-то, то-то, то на такой негатив все-таки нужно реагировать. Значит, дальше, в чем суть быстрого построения реферальной сети, конкретно в сети интернет? Вот, ну, мы, собственно, об этом говорили все это время, что вы создаете свои площадки, через эту площадку привлекаете к себе аудиторию. То есть, ну, какие-то конкретные механики без воды, я о них говорил ранее. Значит, ну, то есть, механики, как привлечь, чем наполнять, как подогревать, как готовить и так далее. Значит, ну, то есть, весь наш курс этому, собственно, и посвящен. Так, если человек негативщик, представляется, скажем, врачом и говорит о продукте, нужно выводить его, опять-таки, на конкретику. То есть, если он говорит о продукте негатив, спросите, на чем основано? Во-первых, попросить его представиться, то есть, если человек все-таки уже говорит с профессиональной точки зрения, то он, ну, необходимо конкретизировать. Что вы за врач, пожалуйста, представьтесь, если он там говорит, что я не хочу публичности, пусть представится вам в личку. Есть такое понятие фактологический анализ, то есть, когда вы анализируете фактологию, правда ли это все. Вот, если он дальше говорит о продукте, не допускайте такого, опять-таки, псевдоэкспертности. То есть, если он говорит, что любой врач вам скажет, что, там, ну, многоточие, что называется, нужно подставить. Значит, запросите у него подтверждение, там, то есть, на основании чего он это говорит, есть ли какие-то исследования, есть ли какие-то, ну, есть ли какие-то, там, догматы в литературе медицинской и так далее. То есть, где можно посмотреть подтверждение. Просто ссылка на свой авторитет врача, ну, это неправильный подход. Вот, его, его нужно избегать, на него нужно давить, чтобы он, опять-таки, давал конкретику. Что, да, было проведено такое-то исследование, вот, смотрите, ссылка на институт, или вот в таком-то, там, научном труде вы можете ознакомиться, там, с этой информацией. Ну, вот это уже более конкретный разговор. Вот, в большинстве случаев, все-таки, у псевдоэкспертов этого всего нет. Поэтому, ну, ключевое здесь тоже вводить в конкретику. Делена, где делать предложение лидеру мнения о сотрудничестве? В общем, чем, чем в более интимной, что называется, обстановке, тем лучше. Но, я не подразумеваю, что вы выходите с ним в офлайн. Значит, это либо личные сообщения, скажем, ну, в социальных сетях вы отправляете личное сообщение. В благосфере, например, в лайк-журнал, тоже в большинстве случаев это можно сделать. Либо, если вы видите контакты, то через эти контакты, скажем, пишите письмо по почте, пишите, пишите, там, в Skype, ICQ, ну, и так далее, если есть эти контакты. Вот, значит, третье, ну, если это, например, журналист или блогер, то его можно найти в социальных сетях. Ну, то есть, то же, что и первое, но если у вас изначально нету, то попробуйте поискать по имени, фамилию, фамилии, посмотрите, ну, и визуально отсеять, там, не тех, выбрать того лидера мнения, который вам нужен. То есть, лучше всего, либо через, либо через социальные сети, либо через почту, либо через мессенджеры. Вот, ну, вот так. Хорошо, ну, в общем, будут появляться вопросы, еще задавайте. Дальше, следующий момент, это анализ эффективности. Собственно, что это такое? Это анализ того, тех работ, которые были вами проведены, и как, то есть, как можно проанализировать, насколько, во-первых, они были проведены правильно, во-вторых, какой эффект они для вас дали. Вот, существует ряд метрик, существует ряд показателей, ключевых показателей эффективности в социальных сетях. То есть, это показатели, с помощью которых можно понять, насколько вы правильно ведете работу, с одной стороны, а с другой стороны, насколько вам это вообще дает какой-то тот или иной эффект. Вот, давайте рассмотрим эти показатели, и на основании их, ну, то есть, рассмотрим, какими они должны быть. Конкретные показатели эффективности, как их отслеживать, и какими они должны быть. Вот, вот эти основные моменты мы с вами разберем. Итак, значит, мы начнем от более общих, более конкретных. То есть, начнем от тех, которые, ну, в целом дают, например, показатели, которые дают в целом понимание масштаба, то есть, насколько вообще масштабно вы ведете, и перейдем к тем, которые дают непосредственное уже понимание, как бы, того, что вы делаете. Эффекта, как, прошу прощения, как те работы, которые вы ведете, сказываются на вашем бизнесе. Итак, первая, первая метрика, это так называемый охват аудитории. То есть, сколько людей, в целом, видят ваши сообщения за месяц. Что дает этот показатель? Он дает общее понимание масштаба, то есть, насколько, насколько масштабна ваша, насколько масштабна ваша активность. Вот, значит, сколько людей видят ваши посты, сколько людей, в итоге, ну, сколько контактов в месяц вы производите. Как рассчитывается? И для ВКонтакте, и для Фейсбук рассчитывается через систему статистики. То есть, вы заходите в статистику, там есть раздел охват, он есть и во ВКонтакте, и на Фейсбук. Есть охват по дням, есть по месяцам. Вы выбираете, ну, здесь выбрано по дням, вы выбираете по месяцам, и можете посмотреть, сколько в каждый месяц было вот этих контактов аудитории. Какой был охват? Значит, что, ну, то есть, ну, хорошо, вот увидели вы там, 27 тысяч за месяц охват. Что это? Хорошо, плохо и так далее. Как это теперь оценить? Нормальным охватом считается охват аудитории в тысячу процентов от числа ваших подписчиков. Что это значит? То есть, если у вас в сообществе 2,5 тысячи человек, то нормальный ежемесячный охват 25 тысяч контактов. То есть, умножаете просто на 10, это минимальные допустимые показатели. В сообществе там 10 тысяч человек, нормальный ежемесячный показатель уже 100 тысяч. В сообществе 100 человек, нормальный ежемесячный показатель тысяча. Ну, это такой минимальный, естественно, чем больше, тем лучше, но, то есть, это такой нормальный, в принципе, показатель. При прочих идеальных, что вы ведете, значит, сейчас, Татьяна, объясню, что вы ведете активности вот с той чистотой, о которой я говорил, хотя бы раз в день, ну, там можно, за исключением выходных. Вот, в этом случае, ну, вот, по этой формуле можно рассчитывать. Значит, Татьяна, охват, что это? Люди видели мой пост? Ну, такой довольно условный показатель, это говорит о том, что людям он попал в ленту и, ну, как минимум, человек смотрел на экран, когда там был ваш пост. Понятно, что, возможно, значит, что, возможно, ну, есть какая-то, там, погрешность, кто-то не обратил внимания и так далее, но, в целом, это дает понимание, что ваш пост нормально, ваши посты нормально попадают во все, там, ленты новостей. В общем, да, сколько людей фактически видели ваш пост? Значит, Владимир, мой опыт работы в интернет говорит о том, что быстрое построение – это просто отбить статистику, не заморачиваясь больше ни на чем. Остальное нужно шлифовать себе, я называю это харизмой, не в переписке, а перевести общение, например, в скайп-голосы. Тогда есть толк с выделенной энергией и времени. Прокомментируйте, пожалуйста, благодарю. Ну, собственно, об этом я говорил еще на первом занятии, что на пустом месте невозможно построить персональный бренд. Безусловно, у вас должна быть харизма, безусловно, у вас должна быть, у вас должен быть, ну, то есть, экспертность, у вас должна быть энергия, в которую люди верят. Без всего этого, ну, вот все то, о чем мы говорим, ну, безусловно, безусловно, как бы пустой разговор. То есть, если на пустом месте, опять-таки, это не построить. Все то, о чем мы говорим, привлечение из ВКонтакте, Фейсбук и так далее, это способ обеспечить поток заинтересованной аудитории, это способ подогреть эту аудиторию, это способ агрегировать ее вокруг себя, ну а дальше уже они, конечно же, имеют дело с вами. То есть харизма, энергия и прочее, экспертность, они должны быть правильно упакованы, в социальных сетях люди воспринимают информацию, ну вот в соответствии с определенными там паттернами, поэтому мы столько времени там целое занятие отдельное выделили, например, на контент, рассматривали, какой контент людям нравится, чтобы они в вас поверили, чтобы они вами заинтересовались, сделали шаг для сотрудничества. Дальше на следующих уровнях взаимодействия, то есть да, я об этом все время говорю, что дальше уже вы переводите на другие площадки, на мессенджеры, куда-то еще и так далее, уже там ведете общение, но просто там, если вы просто общаетесь в скайпе, люди сами в очередь не выстроятся в этот скайп, чтобы с вами взаимодействовать. И вот здесь как раз необходимо, необходимый постоянный поток аудитории социальных сетей, то есть схематично получается следующая схема, через специальные инструменты, о которых мы уже много говорили, мы привлекаем людей на наши площадки, дальше на этих площадках мы их подогреваем, воспитываем в них веру в нас, дальше уже задействуется тот, кому уже здесь как удобно. Кто-то с заинтересованным там будет говорить голосом в скайпе, кто-то там, не знаю, будет с ним переписываться, кто-то будет приглашать на встречи в оффлайне и так далее. Вот, поэтому, ну, отвечая на ваш вопрос, то, что мы рассматриваем, это способ привлечь людей и способ их, ну вот, подготовить, подготовить для там дальнейших разговоров, переговоров. Вот, значит, хорошо, второй показатель, второй показатель эффективности это прирост сообществ, то есть насколько ежемесячно растет сообщество. Значит, зависит это тоже сильно от того, ведете ли вы там, скажем, платное продвижение или просто с помощью контента и так далее. Значит, первое, ну, то есть мы говорили о том, что сложнее всего получить первую аудиторию, ее желательно там даже как-то платными методами, потому что, ну, в этом случае это будет быстрее. Вот, но начиная примерно с 300 человек в сообществе для... Сейчас скажу. Значит, в сообществах для того, чтобы эту аудиторию... Прошу прощения, извиняюсь. Вот, в сообществах от 300 человек нормальный прирост аудитории это хотя бы от 10% в месяц. То есть, если в сообществе 300 человек, оно должно каждый месяц расти на 30. Если в сообществе 1000 человек, должно каждый месяц расти на 100. 10 тысяч на 1000, ну и так далее. Вот, то есть нормальный показатель хотя бы 10% прирост аудитории в сообществе. То есть, каждый год вообще сообщество должно там удваиваться. Ну, если естественный прирост, если это активная публикация контента и так далее, этот показатель больше. Вот, значит, Елена задает вопрос, вы говорили о специальных инструментах для привлечения людей, какие инструменты имеются в виду, все то, о чем мы говорили с вами ранее. То есть, во ВКонтакте это работа с администраторами, это система виджетов, это таргетированная реклама, это конкурсы на Фейсбуке, ну, почти аналогично, в Инстаграме это взаимный фолловинг. Ну, в общем, все те инструменты, мы, еще раз повторюсь, сегодня, кстати, в конце их подытожим, я дам вам подборку чек-листов, с помощью которых можно продвигаться. Вот, собственно, все те инструменты, о которых мы говорили все это время, то есть, инструменты для привлечения аудитории в сообщество. Вот, третий показатель эффективности, давайте тогда сейчас, сейчас не буду пока отвечать на вопросы, потому что, чтобы, ну, уже цельно нам закончить, а минут через 20 мы сделаем еще один блок вопросов-ответов. Третий показатель эффективности, это соответствие портрета аудитории вашей целевой аудитории. То есть, какой процент людей в сообществе является вашей целевой аудиторией. Как это посмотреть? Значит, ну, во ВКонтакте, в частности, это можно посмотреть следующим образом. И, во-первых, во ВКонтакте и на Фейсбук можно посмотреть, скажем, город этих людей, то есть, с какого эти люди города, их пол и их возраст через статистику. То есть, внутри есть статистика у вашего сообщества во ВКонтакте, это там кнопка статистика сообщества, на Фейсбук посмотреть статистику. Вот, где вы, куда вы кликаете, можете посмотреть, что за аудитория в вашем сообществе. Но во ВКонтакте есть еще более глубокая аналитика, так называемый раздел поиска участников. Годится она как для вашего собственного сообщества, так и для сторонних сообществ. Представляете собой следующее. То есть, здесь есть, в любом сообществе есть раздел вот участники, здесь количество людей в сообществе. Вы кликаете по этому количеству, переходите вот на такую площадку, значит, участники сообщества. Дальше кликаете по разделу поиск по участникам и переходите, ну, собственно, на раздел поиск по участникам. Вот. И здесь вы можете уже фильтровать по большому количеству параметров. Например, по городу, по возрасту, по полу, по семейному положению, дальше там по работе, занимаемой должности, по конкретным вузам, которые человек закончил и так далее. Ну, чаще всего это все-таки география, пол, возраст. Значит, вот. Нормальным считается, если в вашем сообществе, ну, то есть, вот вы знаете, что ваша аудитория, и на нее вы всегда и нацеливались, это жители, там, Тюмени, от 23 до 45. Ну, нет, ну, возможно, женщины, ну, там, возможно, только женщины. Вот, если у вас специфическое позиционирование. Вот, в этом случае вы выбираете эти три параметра, и он показывает вам вот здесь, наверху, в этой группе найдено, там, 1678 человек, сколько таких людей есть в этом сообществе. Так вот, нормальное соотношение, если 70% вашего сообщества является целевым. Это значит, что вы делаете все правильно, вы не привлекаете случайную аудиторию, вы привлекаете свою целевую аудиторию. Вот, если оказывается другое соотношение, ну, это говорит о том, что вам надо как-то корректировать свою стратегию продвижения. Получается, что вы берете слишком широко, получается, что, ну, часть людей, часть людей уходит. То есть, вернее, наоборот, часть людей приходит тех, которые вам там не очень-то, не очень-то нужны. Другой вопрос, что, ну, возможно, у вас нету этого, то есть, если у вас максимально широкое позиционирование, вполне может быть, что у вас нет вообще такого расслоения. Значит, что для вас любой человек целевая аудитория. Ну, хорошо, в этом случае хорошо. Еще один вариант, что у вас может быть единственный параметр, например, только город. Что у вас, вы работаете там по своему региону, и единственный параметр это город. Ну, тогда тоже 70% должно быть из вашего города. Дальше, следующий параметр, следующий критерий оценки эффективности, это активность аудитории. Ну, и, собственно, перейдем сейчас к этому показателю, engagement rate, о котором я уже, ну, несколько занятий подряд говорил и обещал, чтобы мы сегодня его подробнее рассмотрим. Действительно важный показатель для социальных сетей, он показывает, насколько активна аудитория, собственно, вашего сообщества. Рассчитывается он следующим образом, то есть, engagement rate, значит, коэффициент вовлечения рассчитывается по формуле. Среднее, первое, среднее количество social action к посту. Что это значит? Под social action мы подразумеваем любую активность, то есть, сколько единиц активности оставлено к вашему посту. То есть, скажем, к посту было 3 лайка, 2 комментария, 5 репостов, значит, количество social action 10. 3 плюс 2 плюс 5. Значит, то есть, мы здесь суммируем все активности, лайки, комментарии, репосты к каждому посту. Значит, дальше рассчитывается среднее количество. То есть, скажем, вы берете последние 10 постов и рассчитываете к ним среднее количество. То есть, скажем, суммарно к 10 последних, ну, то есть, вы считываете среднее арифметическое. Вы суммируете все лайки, комментарии, репосты к последним 10 постам и делите на 10. То есть, скажем, суммарно было 100 единиц активности, делите на 10 постов, получаете, что в среднем на один пост приходится 10 social action. Вот, все-таки, ну, чтобы это уложилось, в последний раз проговорю, значит, вы высчитываете среднее арифметическое, единиц активности, лайков, комментариев, репостов к каждому посту. Вот, дальше этот показатель вы делите на количество подписчиков. Вот, и получившийся результат умножаете на 100%. То есть, скажем, предположим, в сообществе 1000 человек и оставляется в среднем там вот 10 social action постов. Давайте рассмотрим, значит, 10 мы делим на 1000 и умножаем на 100%. Получаем 1%. Что нам это дает? Итак, engagement rate 1%. Что это нам дает? Это дает нам понимание, насколько активно сообщество. Нормальной активностью для ВКонтакте и Фейсбука является engagement rate от 0,7%. Это такая минимальная допустимая активность. Если ниже, значит, что-то с сообществом не то. Либо людям скучно, либо это, что называется, не люди. То есть, либо это, ну, то есть, боты, искусственные профили и так далее. Значит, если к посту... Да, лайки считаем в активность. Если к посту больше 2%, а не вернее, не к посту, если engagement rate сообщества больше 2%, это говорит уже, ну, то есть, это уже очень серьезный показатель. То есть, это уже говорит о том, что у вас, людям очень интересно, людям нравится. От 5% это уже так, прям сверхинтересно. Вот, для Инстаграма показатели чуть-чуть иные. Рассчитывается также, за исключением того, что в Инстаграме нет полноценных там репостов, значит, поэтому репосты мы здесь не считаем. Но рассчитывается таким же образом, показатели, нормальные показатели считаются уже от 2%. Не от 0,7%, а от 2%. Почему? Потому что в Инстаграме больше охват аудитории. То есть, больше людей в среднем видят каждый пост. Поэтому здесь считаем нормальным engagement rate от 2%. Вот, таким образом нужно отслеживать и свое сообщество, насколько, ну, вот, насколько вы сохраняете эту активность. И, ну, например, также можно отслеживать сообщества, в которых там, с которыми вы думаете как-то проводить активность, ну, совместную активность. Также, например, то же самое можно для лидеров мнений. То есть, насколько на их страницах вот этот engagement rate имеет смысл работать там с теми, у кого, ну, от 1, от 1,5%. Вот, ну, вот такой, такой важный показатель. Если вы видите, что у вас, скажем, стал снижаться этот engagement rate со временем, значит, в этом случае нужно, в этом случае нужно сделать следующее. Необходимо сменить контент-стратегию. То есть, есть вероятность, что активность снизилась из-за того, что, ну, ваш контент не очень интересен аудитории. То есть, ну, нужно, там, больше добавлять, скажем, опросов, больше добавлять постов, ну, по тем рейтингам, которые мы рассматривали ранее, которые людям нравятся, которые они будут лайкать, репостить, комментировать, ну, и тому подобное. Вот, хорошо. Дальше. Следующий момент. Следующий момент это трафик на сайт. Сколько переходов было совершено на сайт при условии, что у вас была такая задача? Значит, то есть, сколько, скажем, из ВКонтакте перешло на сайт? Ну, вот эти, то, о чем мы сейчас будем несколько метрик говорить, они, ну, немножко выходят за рамки просто social media. Здесь уже такая веб-аналитика, то есть, у вас должен быть счетчик, если у вас есть задача переводить людей на сайт. У вас должен, должна быть система статистики или, там, Google Analytics, давайте напишу, или Яндекс.Метрика. Вот, одна из этих систем, она показывает, откуда пришли люди, скажем, покажет, сколько за месяц было переходов, там, из ВКонтакте, сколько из Facebook, ну, и так далее. Вот, дальше, ну, то есть, этот показатель сложно однозначно отследить, но считается, что нормальный показатель, если вы часто ссылаетесь на сайт, то есть, хотя бы в каждом третьем посте, то нормальный показатель, это количество переходов в 80% от вашего сообщества. То есть, для сообщества 10 тысяч человек, ну, нормальный показатель 8 тысяч переходов за месяц. Вот, значит, ну, зависит очень сильно от того, на какие, то есть, на что вы ссылаетесь, кого, что за аудитория и так далее. То есть, может варьироваться в 2-3 раза. Значит, есть несколько под, таких подметрик у этого показателя. Значит, качество трафика, то есть, качество посетителей на сайт. Тоже отслеживается через Google Analytics или Яндекс.Метрику. Первое. Сколько людей, которые перешли на ваш сайт, сколько страниц, точнее так, сколько страниц в среднем просматривает человек, который переходит на ваш сайт. То есть, человек, люди переходят из ВКонтакте и можно посмотреть, сколько в среднем посетителей из ВКонтакте проводят на сайте времени. Или просматривают страниц. Ну, это, то есть, два разных показателя, сколько они просматривают, прошу прощения, сколько они просматривают страниц и сколько они проводят времени. Количество просмотренных страниц, ну, считается нормальным от, значит, то есть, от хотя бы двух страниц на человека. Ну, при условии, что у вас не одностраничник. То есть, если одностраничный сайт, то понятно. Второе. Время, проведенное на сайте, считается нормальным хотя бы минута на человека. То есть, это говорит о том, что людям интересно. Вот, дальше. Следующий показатель – это соотношение положительных и негативных комментариев. Причем, как на вашей площадке, так и на внешних. То есть, соотношение положительных, нейтральных и негативных упоминаний. Значит, на внешних, ну вот через систему мониторинга вы отслеживаете, смотрите, сколько и кто вас, ну, точнее, кто и как вас упоминает. Внутренние опросы на своей площадке смотрите вручную комментарии. Нормальное соотношение для внутреннего и для внешнего – это 80% положительный плюс нейтральный. То есть, вас просто упоминают или хвалят. До 20% считается нормальным негатив. Ну, 20% уже так, верхняя граница. Это, можно сказать, здоровое информационное поле в случае, если у вас 15% негатива. То есть, ругают всегда и везде. Значит, если не ругают, ну, вы счастливый человек, но чаще все-таки ругают. Дальше, дальше, следующая метрика – это, соответственно, количество целевых действий, совершенных посетителями из конкретного сообщества. Ну, то есть, из конкретной социальной сети. То есть, что такое целевые действия? Это то действие, которое для вас, ну, важно. То есть, скажем, вы хотели бы, чтобы люди на вашем сайте скачивали какие-то материалы. Либо вы хотели бы, чтобы люди на сайте нажимали кнопку, там, заявка на консультацию. Или, там, онлайн-консультант. Пользовались онлайн-консультантом. Отправляли письмо. Ну, и так далее. То есть, ну, какое-то действие, которое вот вы на своем сайте заранее предусмотрели. Вот это будет целевое действие. Там, записывались на мероприятие. Ну, и так далее. Значит, собственно, показатели тоже отслеживаются через Google Analytics или Яндекс.Метрику. Там есть такое понятие, как целевые действия. Ну, это, опять-таки, такой больше технический отдельный вопрос, связанный с веб-аналитикой. Ну, можно настроить целевые действия. Что, когда человек, например, кликает по кнопке «Отправить заявку на консультацию», что это целевое для вас действие. И дальше можно через эти системы отслеживать, сколько целевых действий было пользователями с ВКонтакте, сколько целевых действий пользователями с Facebook и так далее. То есть, в системе аналитики это будет видно, что с ВКонтакте пришло 70 человек за неделю, например, и из них 5 человек, ну, то есть, в итоге отправили заявку на консультацию. Вот. Это очень важный тоже показатель. Значит, еще один показатель – резонанс. То есть, насколько широко распространяется ваша информация. Насколько часто люди републикуют, делятся ей. То есть, есть ли у вас этот вирусный эффект. Нормальный показатель, усредненный показатель, то есть, здесь мы считаем количество, так называемых, репостов. Так вот, нормальный показатель количества репостов к одному посту от трех. То есть, скажем, у вас было 20 постов, к ним было суммарно 70 репостов. В среднем на один получается 3,5. Ну, нормально. А если у вас было 20 репостов, к ним было 25, то есть, у вас было 20 постов, к ним было 25 репостов. В данном случае, ну, вот этот показатель, среднее количество репостов, получается там 1,2, что уже мало. Вот. Ну, то есть, это еще один способ отслеживать, насколько аудитории интересно, насколько аудитория вовлекается во взаимодействие с вами. Вот. Ну, вот такие классические метрики, собственно, применяются. Итак, подытожим. Это охват аудитории, значит, ну, такой условный чек-лист. Охват аудитории нормальный показатель, то есть, рассчитывается через статистику, нормальный показатель 1000% от количества людей в сообществе. Второе, значит, прирост сообществ, нормальный показатель от 10%, прирост сообщества от 10% каждый месяц. Третье, соответствие портрету целевой аудитории. То есть, вы его смотрите через поиск по участникам, нормальное соотношение 70%, что в сообществе 70% вашей аудитории. Почему, кстати, не 100%, ну, 30% может быть просто человек, которому было интересно, он пришел, там, посмотрел, но не является вашей целевой аудиторией. Как бы запретить им вы не можете. Четвертое, это так называемый engagement rate, то есть, универсальный показатель активности. Рассчитывается вот по формуле, которую я приводил. Значит, нормальный показатель для ВКонтакте, Фейсбук от 0,7%, для Инстаграма от 2%. Да, от 2%. Значит, дальше, следующий показатель, это количество переходов на сайт. Значит, дальше, это количество просматриваемых страниц, хотя бы 2 страницы на человека. Дальше, это время, проведенное на сайте, хотя бы минута на человека. Это соотношение положительных негативных комментариев 80 на 20. И это количество, среднее количество репостов, от 3 репостов к посту. Вот, ну, вот такие ключевые показатели эффективности, как правило, используются. Вот, значит, итак, сейчас, ну, во-первых, вы можете начинать задавать вопросы, вы пишите их в чате. И я, вот, минут через 10-15, наверное, перейду к ответам на вопросы. Но сейчас хотел бы сделать следующее. Значит, сейчас хочу привести подборку чек-листов по работе в социальных сетях. То есть, что нужно, какова последовательность действий в каждой из социальных сетей. То есть, это чек-листы, которые вы можете брать и по которым вы можете вести работу. То есть, шаг первый, шаг второй, шаг третий и так далее. Итак, давайте подытожим все то, о чем мы говорили в рамках нашего курса. Значит, первая сеть, о которой мы говорили, это была ВКонтакте. То есть, во ВКонтакте есть ряд шагов, собственно, которые необходимо предпринять. Ну, и здесь они систематизированы. Значит, выбрать формат, группа или страница. Напомню, там, отличия между ними довольно-таки относительные, тем не менее, есть. Значит, нужно придумать название, создать само сообщество, оформить сообщество. В частности, ну, вот, как минимум, вот эти элементы. Значит, там, создать не менее 15 тем в обсуждениях, разработать контент-план. Публиковать не менее одного поста ежедневно. Запустить компанию таргетированной рекламы. Запустить компанию посева. Значит, вести продвижение в поиске внутри ВКонтакте. Вести продвижение в поиске в поисковиках. Ну, и периодически проводить какие-то конкурсы. Вот, значит, по ВКонтакте. Напомню, что с помощью ВКонтакте можно привлекать очень разную аудиторию. Аудитория здесь действительно такая универсальная. Фейсбук. То есть, шаги, которые необходимо предпринять по Фейсбук. Создать страницу. Значит, напомню, что здесь все-таки в большинстве случаев создается страница, группа создается реже. То есть, группа решает определенные задачи. Но об этом мы говорили на втором или третьем. На втором, наверное, да, на втором занятии. Значит, но чаще всего все-таки создается страница. Вот, дальше оформить. Создать вкладки. Напомню, что очень важный элемент на Фейсбуке вкладки. Написать посты. Значит, разместить на сайте виджет. Запустить кампанию таргетированной рекламы. И запустить кампанию, использовать формат Promoted Post. Одноклассники. Напомню, подходит для женской аудитории. И такой, ну, несколько экономной аудитории. Вот, ну, тоже вот здесь целых 16 шагов, которые необходимо предпринять для полноценного запуска. Тоже можно его, ну, то есть, этот чек-лист использовать как полноценный, полноценный такой шаблон, шаблон для работы. Дальше. Все чек-листы, естественно, будут в презентации. Можно будет ее подробно посмотреть. Чек-лист YouTube. Для видео-хостинга YouTube мы рассматривали тоже последовательность работ. Вот 13, несмотря на нехорошее число, все-таки хорошая подборка, как бы, шагов. 13 основных шагов. Значит, мы рассматривали все эти инструменты, работы. Нужно добавлять аннотации, нужно добавлять стройки в само видео. Вот, должны, должны быть там использоваться определенные, должны использоваться определенные ключевые запросы. Можно использовать также компанию таргетированной рекламы в сервисе AdWords. Дальше чек-лист по Instagram. 8 основных шагов, которые необходимо предпринять. Вот, ну, тоже про Instagram мы много говорили. На прошлом занятии, особенности аудитории, ну, и все остальные, все остальные ключевые моменты. Сейчас повторяться не буду. Вообще, ну, кстати, вообще рекомендую послушать повторно весь курс. Поскольку он находится, ну, есть его записи, есть презентации и сами вебинары. Я рекомендовал бы их вам прослушать повторно. Моя практика показывает, что с первого раза, как правило, человек, вот, воспринимает, слушатель воспринимает концептуально. То есть, ну, что вот есть какие-то инструменты, они подходят для того-то. После второго прослушивания у человека уже оседает какая-то конкретика. А после третьего у него формируется абсолютно полная, абсолютно полная картина. Так, и еще один чек-лист. Значит, чек-лист по перископу. Как вести работу в перископ. Ну, напомню, что имеет смысл, об этом мы говорили на прошлом занятии, дублировать информацию, то есть формат трансляции с перископа еще и на фейсбук лайф. Недавно появившийся полноценный такой сервис трансляции в фейсбуке. Вот. Ну, вот такие ключевые чек-листы, которые я хотел привести, о которых я хотел рассказать. Вот. Еще раз повторю, что если у вас есть вопросы, задавайте. Сейчас будет блок вопросов и ответов, я буду отвечать на ваши вопросы. Повторю, что чек-листы лучше всего, правильнее всего их использовать в формате, значит, распечатать, положить перед собой, когда вы выполняете, и по мере продвижения, то есть ставить галки. Что шаг первый, шаг второй, шаг третий, ну и так далее. Для того, чтобы как можно более полным, как можно более полным был, была работа. Вот. Ну, собственно, вот на этом заканчивается контентная часть нашего сегодняшнего занятия и вообще нашего курса, который с Coral Club мы совместно подготовили и провели. Специализированный курс по эффективному продвижению для MLM индустрии. Вот. И сейчас я готов ответить на ваши вопросы по сегодняшнему занятию, по тем занятиям, которые были ранее и, возможно, по каким-то темам, которые мы не учили. Елена, сколько времени в день надо минимум на продвижение в соцсетях? Ну, моя практика показывает, что для такого умеренного продвижения, ну, качественного, хорошего поддержания, то есть вы пишете посты, вы занимаетесь там постепенно продвижением, ну, достаточно полутора часов в день. Для того, чтобы продвигать все-таки уже там на больших масштабах, нужно 3-3,5 часа в день. То есть это, ну, и первый, и второй показатель, это, значит, одна-две социальные сети. Если их будет больше, то есть, скажем, это и Одноклассники, и Инстаграм именно в активной фазе, не просто вы туда дублируете контент, а именно в активной фазе, то, ну, то есть это еще дополнительное время. В общем, отвечая на ваш вопрос, в большинстве случаев от полутора до трех с половиной, до трех с половиной часов. Вот, пока, ну, так, хорошо, Александра Демина. Где брать контент для своих страничек? Можно ли копировать то, что нравится у других пользователей на других сайтах? Ну, такой вопрос, вопрос, знаете, скорее не маркетинговый, а этический, юридический. То есть вообще нет, то есть вообще это делать неправильно. Сказать вам, берите все, что хотите у любых людей, я не могу. То есть, ну, это неправильно, это незаконно вообще. Другой вопрос, что это, ну, за это там сильно не наказывают. То есть ВКонтакте это не отслеживает, вообще мало кто отслеживает. И, ну, какие-то даже не проблемы, вообще вот просто требование убрать этот контент может быть только по, только по жалобе правообладателя, тому, кому этот контент принадлежит. То есть человек написал пост, вы его опубликовали. То есть юридически это не сильно грозит, ну, вот вопрос этический. Вообще не совсем правильно, вообще это неправильно, но я бы рекомендовал, то есть если вы все-таки берете, то хотя бы его сильно менять. То есть, ну, правильный подход, мы на одном из предыдущих занятий об этом говорили. Правильный подход, ну, вот увидели вы какой-то интересный пост, яркую идею и так далее, ну, ее все-таки творчески переработать. То есть вы можете взять инфопод, вы можете взять даже какие-то ключевые, ну, вот точки, ключевые разделы, разделы, но все-таки это должен быть, как что-то называется, ну, в терминах интернет-маркетинга, рерайтинг. То есть вы должны это хотя бы переосмыслить и переписать. Значит, ну, отвечая на первый вопрос, где брать контент для своих страничек, тоже об этом я говорил. Можно использовать книги, можно использовать форумы, можно использовать в целом интернет, статьи и так далее. То есть никто от вас не требует вот чего-то кардинально нового, чтобы то, что вы писали, это было, ну, вот, откровением для всех. То есть просто качественное, правильное переосмысление, там, вы прочитали статью, сделали из нее подборку, вы прочитали статью, сделали из нее мастер-класс и так далее. То есть что-то отличное от Ctrl-C, Ctrl-V, то есть, ну, как такого бездумного копирования, уже нормальный подход. Татьяна, лучше сосредоточиться на одной сети и развивать или охватить несколько, например, Facebook или ВКонтакте, или вообще быть везде, где можно. Я рекомендую такую модель, я рекомендую быть везде, где можно, при этом выбрать две флагманские сети. Ну, например, Facebook, ВКонтакте, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, значит, и так далее. Вот, значит, на все остальные площадки, Одноклассники и так далее, вы просто транслируете информацию. Ну, вот в касте, в нашем выпуске про контент я давал сервисы, с помощью которых можно транслировать информацию на разные площадки. Елена, очень часто видим видео наших лидеров на чужих страницах. Этично ли это? Безусловно, нет. Ну, то же самое, о чем я и говорю. Ну, если я вас правильно понял, что на чужих страницах имеется в виду, ну, на страницах людей, не имеющих к вам отношения. Это, безусловно, неэтично, это неправильный подход и, ну, это откровенное воровство. Другой вопрос, что с этим очень сложно бороться, ну, можно пробовать там юридически как-то решать, но в большинстве случаев бесполезно. Значит, при этом, да, кстати, может быть я не донес еще одну мысль, что если это репост, то есть вы откровите, ну, как бы при публикации есть ссылка на первоисточник, то это законно. Другой вопрос, что это не очень хорошо, там, по многим, с многих маркетинговых точек зрения, то есть, например, ну, например, соцсети могут понижать вас в результатах поиска и так далее, если у вас слишком много репостов, но это, с другой стороны, законно. В общем, ну, отвечая на ваш вопрос, Елена, нет, это неэтично, если это не репост. Татьяна, с чего лучше начинать обучать новичков, если у них мало опыта владения компьютером и интернетом? Ну, знаете, как бы здесь от этого никуда не денешься, то есть, ну, нужно обучать сначала компьютеру и интернету, то есть, ну, каким-то базовым знанием, типа, пользование браузером, пользование мессенджерами, там, скайпом, вайбером, прочими. Дальше, ну, базовыми навыками соцсетей, то есть, еще не маркетинга в соцсетях, а вот обычного пользовательского функционала, то есть, на что человек, на что человек обращает внимание, на что человек, ну, то есть, какие есть там сообщества, система сообщений и тому подобное, то есть, ну, вот, основа вообще соцсетей, а потом уже то, о чем мы говорим, то есть, вот, когда этот минимум человек освоит, он будет знать, как работают соцсети, не с точки зрения маркетинга, а с точки зрения пользователя, как работает браузер, как работает скайп, ну, вот, после этого можно идти к первому нашему занятию и начинать. Сергей, например, в сообществе 1000 участников, общее количество уникальных посетителей за месяц, сколько должно быть в среднем? Если говорить о сайте, посетителях на сайт, ну, в этом случае зависит тоже от специфики и сайта, и от того контента, который вы публикуете, но в среднем от 800 до 2000 человек в месяц, то есть, ну, это нормальная посещаемость. При условии, что вы каждый день публикуете посты, хотя бы треть этих постов содержат не просто ссылки, что, ну, вот, есть сайт, а ссылки, ну, контекстные, то есть, человеку предлагается для чего-то конкретного перейти, что-то посмотреть, что-то скачать, что-то сделать и так далее. То есть, ну, человек переходит с конкретной задачей. Еще вопросы, коллеги? А, внутри сообщества, то есть, сколько посетителей должно быть в самом сообществе? Ну, считается, что тоже при прочих идеальных, что вы за день опубликовали хотя бы один пост, в день, ну, то есть, в день приходит в среднем от 10, ну, так сказать, от 8, где-то до, от 8 до 18 процентов от аудитории. То есть, для сообщества 1000 человек это будет, сколько, от 80 до 180 человек. При условии, что вы публиковали пост в этот день. Оксана, знакомы ли вы с сервисом компании Coral Club My Promo, где можно каждому дистрибьютору создавать свой лендинг? Всегда то, как вы к нему относитесь и не считаете ли вы, что его стоит развивать, сделав в нем возможность создавать личный лендинг по бизнес-предложению? Ну, отвечая на ваш вопрос, знаком, но не близко. Ну, то есть, знаю его в целом, но, там, не знаю в нюансах. И, ну, вот здесь все-таки воздержусь от ответа, потому что, ну, не могу ответить аргументированно. То есть, такое понимание, что там не хватает именно этого, этой функции, ну, у меня нет. Другой вопрос, что в целом, другой вопрос, что в целом личный лендинг по бизнес-предложению создавать желательно. То есть, ну, вообще, ниша хорошая. Анатолий, уточнить, ВКонтакте стену в группе делать открытой? Нет, я рекомендую ее все-таки закрывать. Ну, вот на втором занятии мы об этом говорили. Слишком много иначе будет мусора, слишком много будет шума, который будет отвлекать от основного посыла в вашем сообществе. Так, друзья, друзья, ну что же, вроде бы я ответил на все вопросы. Если все-таки они еще есть, вы их, пожалуйста, еще задавайте. Напомню, кстати, еще раз о трендах, о том, что приходит к нам все активнее и активнее. Это Перископ и вообще сервисы веб-трансляции в целом, в частности, Facebook Live. Не исключено, что, ну, я почти уверен, что ВКонтакте обязательно это тоже у себя сделает. Значит, и сервисы, сервисы мессенджеры. То есть, это уже то, что работает в полный рост, но с точки зрения маркетинга это только-только начинает приходить. Так, есть вопросы. Значит, стоит ли компании создать на своем сайте конструктор для создания персональных сайтов, дистрибьюторов на базе сайта компании? Знаете, ну, Михаил, тоже сложный вопрос. Я, ну, то есть, не владею, не до конца понимаю контекста вот именно этого вопроса. То есть, ну, стоит ли или не стоит, ну, вообще, это явно не бесполезная, явно не бесполезная функция. Но стоит ли все-таки создавать, сказать сложно. То есть, возможно, стоит использовать уже, там, типичный, есть довольно много конструкторов уже типичных, которые можно использовать. Но, то есть, вообще, в принципе, в принципе, это было бы удобно. То есть, отвечая на ваш вопрос, это была бы удобная функция. Эдгар Бальсис. Если человек только начинает сам бизнес, можно ли продвигаться в соцсетях, или сначала надо развиваться за пределом интернета? Еще раз, должна быть основа. То есть, можно, можно продвигаться в соцсетях, и очень часто для начала, для старта бизнеса используются именно в соцсети. Очень часто и мы работаем с молодыми продуктами, даже есть отдельное направление у нас, работа со стартаперами. Вот. Значит, при этом, ну, при этом важно, чтобы основывалось на чем-то. Чтобы это была либо чья-то личность, либо сильный продукт, либо сильный контент. То есть, что-то, что вы готовы транслировать в онлайн-среду. Но начинать можно в любой момент. Хорошо, друзья. Ну что же, на этом тогда будем заканчивать. Итак, коллеги, мне было очень приятно все это время быть с вами. Было очень приятно нести вам знания и информацию. Я очень надеюсь, что вы будете их применять. И я абсолютно однозначно буду это отслеживать и смотреть. Я хочу поблагодарить от всей души компанию Королл Клаб за то, что мы вместе провели, на мой взгляд, очень интересное мероприятие. Эти шесть вебинаров, уверен, будут полезны, будут важны. Спасибо вообще Королл Клаб за такой правильный подход к работе со своими коллегами, со своими партнерами. Мне это всегда очень импонирует, значит, такой подход к обучению своих партнеров. Вот. Ну, еще раз повторю, что мне было очень приятно с вами общаться. Добавляйтесь где-нибудь в социальных сетях. Будем с вами дружить. Большое спасибо вам, друзья. Всего доброго.